Здравствуйте! Я Питер Цукахира, и на этом занятии мы с вами рассмотрим вопрос, какими должны быть правильные взаимоотношения между Израилем и Церковью. Для ответа на этот вопрос мы намерены отправиться в самое сердце Нового Завета. Письмо апостола Павла к римлянам является его наиболее всеобъемлющей, его наиболее систематичной, доверенной ему трактовкой Евангелия. Многие люди называют первые главы послания римлянам римской дорогой, потому что они настолько систематичны и буквально выложены великими истинами христианского миропонимания. Но когда мы добираемся до средних глав посланий, 9, 10 и 11 главам, христиане начинают их быстро прористывать вот уже на протяжении столетий, потому что в этих главах Павел говорит об Израиле, родине еврейского народа. И в 11 главе римлянам он непосредственно обращается к правильным взаимоотношениям между евреями и язычниками в новозаветнем теле. На протяжении веков христиане этого не понимали, потому что не было государства Израиль, еврейской нации и, соответственно, не было евреев в церкви Нового Завета. В наши же времена Бог принялся восстанавливать еврейский народ вновь на земле, которую Он обещал им, и сейчас десятки тысяч евреев по всему миру приходят к распознанию Ешуа как своего еврейского машиаха и царя своего народа. Взгляните со мной на начало 1 стих 11 главы. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ Свой? Никак, ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова и с колена Вениаминова. А теперь посмотрим на стих 2. Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал. Итак, на протяжении столетий христианские доктрины твердили о том, что Бог якобы отверг еврейский народ, но здесь, в сердце Нового Завета, Павел говорит совершенно обратное. Он говорит, Бог не отверг еврейский народ. Знал ли Павел на момент написания этих строк, что его народ, еврейский народ, как нация, отвергли Ешуа как машиаха и царя? Конечно, он знал. Он был гонителем ранних верующих. А когда он сам уверовал, то некоторые бывшие друзья пытались его убить несколько раз. Об этом вполне ясно говорится в Новом Завете. Конечно, Павел был прекрасно осведомлен, что его народ отвергнул Ешуа как машиаха, но он все равно пишет. Отвергли Бог их. Не бывать такому. Даже не думайте об этом. Бог не отвергнет тот народ, который он уже избрал. Так что нам следует спросить апостола Павла, так что же произошло? Давайте посмотрим несколько дальше в этой же главе, стих 11. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Давайте будем помнить, что это послание в основном Павел пишет языческим лидерам в Рим. Так что, когда он использует обращение «вы», он имеет в виду «язычники», а когда использует слово «они», имеются в виду «евреи». И в этих двух стихах он показывает нам эту часть плана Божьего использовать падение еврейского народа для принятия Ешуа как своего машиаха и Господа. Бог в мудрости Своей обращает падение в благословение для всего остального мира, и Евангелие приходит непосредственно ко всем народам. Но одна из частей этого плана состоит в том, чтобы христиане из язычников в конце концов возбудили ревность евреев по их собственному машиаху. И в стихе 12 Павел говорит, «Если же падение евреев явилось таким благословением, каково же будет, когда настанет время, и они примут и распознают Ешуа как своего еврейского машиаха и Господа». В этом 12 стихе Павел, по сути, пророчествует о современном мессианском движении. Он полагает, что когда еврейский народ не смог принять Ешуа и Евангелие воссияло для всех народов, некоторые из этих событий описаны в книге «Деянии». Мы все смогли получить благословение. Но также в 12 стихе Павел предполагает, что когда еврейский народ вернется к принятию Ешуа как их машиаха и Господа, наступит еще большее благословение. Нам стоило бы спросить апостола Павла, на что будет похоже это благословение? Давайте посмотрим на стих 15. «Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие как нежизнь из мертвых?» Павел говорит, когда вы увидите, как евреи возвращаются в Царство Бога через принятие Ешуа как своего машиаха и Господа, это будет сигнал о грядущем величайшем духовном излиянии, которое мир еще никогда не видел. Лично я верю, что мы в преддверии этого великого излияния, и мы будем видеть это на примере народов, таких как Китай и в других частях мира. Далее Павел начинает учить нас, используя сильный образ двух оливковых деревьев. Он говорит, что Израиль символизирует культурная маслина, потому что Бог работал с Израилем так долго на протяжении многих поколений. Они были народом, созданным Богом и избранным быть Его примером. Бог обрабатывал их. А затем второй образ – дикорастущая маслина, Божье дерево всех народов. В виде дикой маслины Павел описывает языческие народы. Наша культура пробивала себе путь и выживала на протяжении столетий. Так что вот у нас есть культурная маслина Израиля и дикое оливковое древо народов. И Павел начинает учить нас, используя эту сильную метафору. Пожалуйста, посмотрите со мной для начала 17 стих. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Далее Павел говорит нечто удивительное для нас. Он говорит, что когда язычники примут Иешуа как своего Господа и Спасителя и станут христианами, не думайте, что древо Завета держится на вас. Но на самом деле, когда вы приняли еврейского Машеха Иешуа как вашего Господа и Спасителя, вы были привиты к древу с еврейскими корнями. Мы были привиты, как язычники, к древу Завета Авраамова. Стих 19-20. «Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться?» Хорошо. «Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». Павел предупреждает верующих из язычников, что они были привиты к этому древу жизни, заветному дереву спасения, но им никогда не следует превозноситься, пусть даже и над сломленными неверующими еврейскими ветвями. Павел говорит, что если бы мы, верующие из язычников, по-настоящему понимали, что мы привиты к древу Завета Авраама, правильной реакцией с нашей стороны был бы страх Божий. Итак, страх Божий – это нечто хорошее. Мы бы хотели больше этого благоговения перед Богом. Страх Божий заставляет нас отдаляться от зла. В соответствии с книгой притч «Страх Божий – начало мудрости». Но почему Павел говорит, что правильная реакция – страх? Мне любопытно, почему он, например, не сказал «благодарность», почему бы ему не сказать «радость», осознавать то, что мы привиты сейчас к дереву, которое дает спасение и жизнь? Я думаю, потому что Павел пророчествовал нам 2000 лет назад и сегодня, и нам не нужен пророческий дух, чтобы понять значение этих слов. Нам следует немного понимать историю еврейского народа с той поры, когда Павел писал эти слова. Что с ними произошло после времен Павла? Они потеряли свою землю, свой язык, свое общество, свою страну, семьи распались, и они стали скитальцами среди народов. При этом они вышли тогда не как почтенные апостолы истины, они вышли как презренная маленькая группка, терпящая неуважение практически везде, куда бы они ни попали. Они держались вдали от мейнстрима общества, маргинальные, они были преследуемы, вытесняемы от народа к народу, истребляемы при любой попытке сопротивления. И затем последнее столетие наиболее развитая, наиболее просвещенная и да, наиболее христианская нация в Европе под демоническим руководством выдает на свет план систематического уничтожения каждого еврея в мире. История не была слишком доброй для отломанных ветвей, но Бог избрал Израиль, чтобы он был образцом для мира. И вот кое-что о Боге и его характере, нечто сильное, нечто глубокое и важное, что мы можем узнать о Боге, косвенно наблюдая за тем, что происходило и происходит с нашим старшим братом Израилем. Бог могущественно обращается к нам, христианам, через пример Израиля. Давайте посмотрим, чему Бог хочет нас научить. Стихи 21-22. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен». Это важное предупреждение к нам, как к христианам, «Держаться верой, данной нам через апостолов и пророков и библейского откровения, не спущенного нам через таких служителей, как апостол Павел». Теперь, если вы достаточно напуганы, так как и я сам, мы можем переходить к следующему стиху, потому что в 23-м стихе начинается радостная весть. Вот что пишет Павел. «Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их». Это поразительно. Павел говорит эти слова 2000 лет назад, но он пророчествует о современном мессианском движении. Это моментик, который мы видим в нашем последнем поколении, когда десятки тысяч из еврейского народа по всему миру разглядели и признали Ешуа, своего еврейского Машиаха и Царя. Взгляните на стих 24. «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сие природные привьются к своей маслине». Стих 25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Стих 26. «И так весь Израиль спасется». Павел пишет под водительством Духа Святого. Его слова, как арка, которой две тысячи лет и которая соединяет нас так, как если бы их и не было там этих лет. Он говорит нам, что придет день, и Бог вновь повернется к народу Своего изначального завета. Евреи войдут в заветное отношение с Богом через своего Машеха Иешуа, еврейского царя, царя Израиля. И в те дни мы увидим, как входит полная мира язычников. Давайте подведем итог. Каковы правильные взаимоотношения между Израилем и Церковью? Ясно, что Бог намерен объединить в одно тело вместе и евреев, и язычников во главе с одним Машехом в одном царстве, так что его тело будет совершенным, и, другими словами, его невеста будет без пятна и порока. Тут в самом сердце Нового Завета в послании к римлянам главы 9, 10 и 11, и особенно в главе 11 мы видим, как вырисовывается Божий план последнего времени, и это дает нам основу для нашего понимания собственной идентичности как христиан из язычников и правильного отношения с мессианскими евреями, так как мы вместе формируем тело Божьего плана конца времен. Переведено и озвучено студией Оазис Медиа. Наш сайт oasismedia.tv